Здравствуйте! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся», где вместе с общественниками нашего района, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами жизни Одинцовского района. Так, сегодня мы поговорим о праздновании Великой Победы, 70-летии Великой Победы, Великой, Великой, все-таки, Отечественной войне. Поговорим о роли, которую Общественная Палата Одинцовского района играет в данном праздновании. Наши гости сегодня Светлана Геннадьевна Налепова, ответственный секретарь Общественной Палаты нашего района, а также Галина Васильевна Рязанова, эксперт-консультант комиссии, которая занимается культурой, спортом и туризмом. Приветствую вас, благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Ну что же, давайте вот первый вопрос, который у меня возник при подготовке сегодняшнего эфира и разберем. Все-таки, где Общественная Палата, а где подготовка к празднованию Великой Победы? Все-таки, вот почему общественники решили какую-то свою лепту в это внести, откуда вообще это решение пришло? Ну, роль Общественной Палаты это не только защита прав граждан Одинцовского района, но также и, не знаю, показательный пример активной гражданской позиции. То есть общественники должны быть, наверное, самыми активными и не только в подготовке к 70-летию Победы, а в поддержке, в данном случае, ветеранов или социально незащищенных слоев населения. Но в данном случае здесь идет юбилей, да, мы участвуем не только сами, мы привлекаем и жителей района, которые к нам же обращаются с какими-то инициативами, привлекаем и наших детей, и всех, кто может в какую-то лепту внести в поддержку наших ветеранов, узников, вдов. И авторами, на самом деле, мероприятий, всех которых мы придумываем, становятся сами жители. Если мы изначально в рамках подготовки с какими-то инициативами выходили, да, то понимаем, что мы не успеваем что-то делать свое, потому что к нам обращаются какие-то общества ветеранов у нас, да, общество детей войны, общество узников. Просто жители. То есть обращаются и просят, не могли бы вы помочь, посодействовать, да, в организации какого-либо? Да, мы хотим провести праздник, да, перед 70-летием Победы. Или какой-то, может быть, частично доклад в каком-то своем обществе, но мы хотим, чтобы это было празднично. Потому что вот последние праздники собрали более 70 ветеранов, да, то есть это чаепитие. И мы даже, сами общественники, настолько были увлечены подготовкой праздника и, соответственно, заботой, что ли, о ветеранах, чтобы было максимально комфортно и интересно, что ни один не сел за стол попить чай вместе с ветераном. Да, до тех пор, пока каждый из них уже как бы не ушел с подарками с праздника. А потом уже, ах, да, праздник прошел, посмотрели, что осталось. Да, уже председатель общественной палаты ходил, как официант с шампанским. Да, сначала подумал, ну, может быть, куда-то присесть, потом говорю, нет, ну, как бы готовим праздник все вместе, да, может быть, потом попозже. В результате оказалось, что мы все принимали активное участие в этом мероприятии и совсем забыли про стол. Даже дети наши сидели в стороночке и смотрели, потому что мы были так заняты. Голодными глазами. Голодными глазами. Они были так заняты. Не могли. Светлана Геннадьевна, но все-таки вот почему к вам-то обращаются? Неужели не могут сами организоваться, тем более наши ветеранские организации постоянно организуют те или иные мероприятия? Ну, во-первых, у нас общественники очень активны. У нас есть в составе и предприниматели Одинцовского района. У нас большой актив организаторов людей, да, которые могут это организовать с помощью администрации района или городского поселения. И, соответственно, люди, которые сами могут выступить даже, да, вот, допустим, у нас 27-го числа как раз было мероприятие ветеранам войны и узникам, да, совместное мероприятие, и вдов, и вдовам-ветеранам, где наши члены, консультанты-эксперты общественной палаты в микрофон сами пели. Замечательно. У нас очень много звезд. Эта информация, соответственно, есть. Может быть, это будет небольшим сюрпризом для вас, но как раз сейчас мы собираемся посмотреть сюжет о том, как это происходило. Если не ошибаюсь, ведь это то, что происходило в культурно-спортивном центре. Да, 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 мечта. Тогда нет пути обратно. Мы как раз-таки записывали пение ваших членов. Сейчас, уважаемые телезрители, предлагаю посмотреть и оценить, насколько хорошо поют в общественной палате и насколько ценят это ветераны нашего района. Подготовкой концерта для ветеранов общественники занимались задолго до события. Было принято решение, что не только организация праздника, но и его видение. Концертные номера – все будет сделано силами членов общественной палаты. Мне кажется порою, что солдаты скровавы и пришедшие полей. И в землю нашу полегли тогда-то, а превратились в белых журамей. Любое внимание, любая организация, со стороны любой организации очень важно для ветерана. Потому что, на самом деле, там можно подривезти стиральную машинку, занести домой, которой они пользоваться, может быть, даже не умеют. Поставить третий холодильник уже за последние три юбилея. А можно пригласить на такой чаепитие, где они попоют, пообщаются. И, на самом деле, для них это гораздо более важно, по моему мнению. За большим столом собрались те, кто ценой собственной жизни отстоял нашу родину перед лицом врага. Не сломился и не отступил. Ветераны с удовольствием общались друг с другом и с подрастающим поколением. Им было, что рассказать и вспомнить. Ну, надо просто порадоваться, что общественная палата впервые в районе организовала такую замечательную встречу с ветераном. Особенно для нас, это для инвалидов, войны и военной службы. Очень важна та теплота, та обстановка, которая здесь была создана на этой встрече. Она, конечно, способствует лучше нашему настроению. И, так сказать, надо работать. И все. Ветераны с трудом сдерживали слезы. Каждое слово, каждая песня – все было посвящено в этот день только им. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Многие даже не усидели на своих местах и, как в былые времена, закружились в вальсе. Это настолько удивительный для нас праздник. Счастья вам, радости, здоровья, здоровья, духа. Ну а духа нам не занимать у вас, потому что такой дух, который есть в вас, в нашем поколении, мне кажется, его нет. Всего вам самого доброго, мира, мира, чтобы никогда не было войны. Гостей не только угощали, для них приготовили немало подарков от общественной палаты, благотворительного фонда «Лизонька» и косметической линии. И как ответ старшему поколению прозвучали строки стихотворения Андрея Усачева «Что такое День Победы». Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Марширует стеро солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Вереверку слетают в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы. Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Ну что же, вот такие песни, такие стихи прозвучали в КСЦ «Мечта». Ну, Светлана Геннадьевна, к вам тоже вопрос, Галина Васильевна. Как впечатления и у вас, и у ветеранов все-таки? Вот по настроению. Как вы себя ощущали после того, как все это закончилось? Когда делаешь все своими руками, это совершенно другое ощущение. Ощущение включенности, благодарности, общения с ветеранами. В этом мероприятии участвовали мои дети, и у меня сын в очень большом восторге именно от общения с ветеранами. Он, соответственно, уже после праздника долго мне рассказывал о том, в каких военных действиях участвовал адмирал, какие у него награды. И это просто неизгладимое впечатление произвело. Я считаю, что наши дети обязательно должны общаться с ветеранами, особенно участниками войны. Кто это пережил на его, потому что не так много осталось людей, которые могут вживую рассказать о том, как на самом деле это было. А вот Светлана Геннадьевна, Галина Васильевна, все-таки не могу не задать вопрос. Вы работаете с людьми, у вас работа непосредственно общественная, общественная палата. Людей вы повидали разных. Все-таки в чем отличие непосредственно в работе с ветеранами от работы с людьми вашего поколения, нашего поколения, от тех, кто все-таки Великую Отечественную войну не застал? Честно говоря, тут, наверное, больше наше отношение. Мы испытываем большое уважение людям, которые, можно сказать, завоевали для нас мир в нашей стране. И относимся к ним с благоговением. И они очень всегда хотят рассказать, как это было, для того, чтобы мы, может быть, даже почувствовали, и вот этот опыт служения перенесли на себя. В сюжете говорилось много о духе, которых, возможно, нет у нашей молодежи. Я думаю, что мы способны, способны служить и перенести вот этот опыт, и дальше, вот как общественники, мы обещаем, что сделаем все возможное. Но вот все-таки вот по разговору и так далее, вот чем то поколение отличается от последующих? Мне кажется, вот у нас проводились уроки мужества в школах. И что от них веет? Простотой, да, и каким-то благородством. То есть они понимают, через что они прошли. То есть понимают простые вещи. То есть мы немножко, может быть, разбалованы. Цель. Да, да. Разбалованы цивилизацией. А эти люди, которые... Которые собственными руками вот себе и кормили. Да, 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 совершенно верно. И оборонялись себе собственными руками. Чувствуется, что это простота, исходящая от них, и благородство. Вот я бы, наверное, вот так вот сказала, чем они как-то отличаются. То есть у них вот есть какое-то внутреннее достоинство и какой-то стержень. Люди, которые ценят жизнь на самом деле. Да, да. Которые, да, получили такую школу, что... Это жизнь и мир. Да. Наверное, все это вот неоценимое. Ну что ж, давайте вернемся, да, мы к мероприятиям, которые проводила общественная палата. Это вот кроме данной встречи с ветеранами, что еще общественная палата организовывала, в чем участвовала за последние месяцы? Ну, мероприятий множество. Не знаю, как хватит для всей передачи, чтобы об этом рассказать. Вот буквально сегодня состоялось открытие памятника в Треугорке. Памятник посвящен малолетним узникам фашистских лагерей и детям войны. Это памятник, в котором в разработке эскизов, в которых участвовали сами дети, как они это видят. И на территории школы памятник расположен. И принимали активное участие, соответственно, общественники района в лице Захара Юрьевича Иванова, председателя общественной палаты, по обращению узников главе Одинцовского муниципального района. То есть ему помогали и открывали этот памятник тоже. Принимали активное участие предприниматели наши. Это Мособлпром проект, Крокус Интернешнл и Центр Консалтинг. Но самое ценное, что это будут все время видеть дети. И узники для нас это тоже люди как бы не чужие. Недавно, буквально в начале апреля, к нам обратилась тоже инициативная группа узников, малолетних узников, концлагерей, которые хотели отправиться на митинг в юбилейную дату, посвященному 11 апреля, посвященному Дню Освобождения фашистских концлагерей. Это общий международный день. И им понадобилась помощь для организации доставки на это мероприятие. И они хотели как-то праздник отметить, что ли, не знаю. И мы подготовили для них подарки, организовали транспорт и поздравили их с этим праздником. И они же стали, не только они, стали участниками наших праздников. Поэтому сказать, что праздник был впервые, да, вот как было сказано в сюжете, на самом деле не совсем так. У нас еще праздник проводился тоже такой масштабный, большой, с концертом. 24 апреля инициатором была комиссия по здравоохранению и социальной политике. Это тоже было с чаепитием. И там принимали участие дети войны. На самом деле, как бы непосредственных участников, это как тружеников и тыла, и это и дети войны, и вдовы, и узники. И если собрать всех в Одинцовском районе, наверное, сложно найти такой зал. И что будет внимание сразу всем, наверное, это не в силах общественной палаты. Поэтому, когда говорят, что впервые, просто не знают по остальным мероприятиям. Светлана, ну, насколько мне известно, в общественной палате ведь имеется большое количество комиссий, которые занимаются каждое своим направлением работы. Все-таки вот по данной тематике, да, по организации мероприятий, связанных с празднованием Великой Победы, работает некая рабочая группа инициативная от общественной палаты? Или все-таки вот кто от общественной палаты этим занимается? Обычно для какого-то мероприятия большого масштаба создается рабочая группа. Но здесь надобности в этом нет. Общественники в рамках комиссии сами объединяются на одной волне. Да, и помогают друг другу. Да, это такой вопрос. Это комиссия по культуре подключается, взаимодействует с ветеранской комиссией, комиссия по информационному освещению в плане мероприятий, руководство общественной палаты. Включаются все, буквально сказать, что вот мы организовываем праздник, чем можешь помочь. И все включаются, и организационно кто-то может петь, кто-то может готовить, кто-то приносит пирожки для ветеранам, кто-то может связаться с ними, какие-то организационные вопросы. Это тот вопрос, где не нужна никакая рабочая группа. То есть это идет от души, и люди как бы просто откликаются, и кто-то звонит и говорит, что нужна помощь. И, естественно, в таком святом деле никто еще не отказался. То есть все хотят поучаствовать. Да, есть идея, допустим, там инспекция памятников, какая-то проблема была в каком-то поселении, и ветеранская комиссия едет и обижает сейчас памятники. Например, Чесцовская в последний раз они ездили, и все замечания, которые были администрацией, поселения уже устранены. Очень быстро это происходит. Ну и, насколько мне известно, в принципе, работа идет так же и с самым, в общем, нашими младыми, я так понимаю, согражданами. Это со школьниками я имею в виду, с детскими садиками. То есть я имею в виду и работу в средних общеобразовательных школах, и в каких-то там пионерских лагерях и так далее. Вот данная работа, она так же организована по какой-то вашей инициативе, или кто-то все-таки попросил на школьников пристальное внимание обратить? Нет, это у нас просто, когда мы проводили в Кубинке, был концерт 11 марта, и мы увидели, насколько школьники тоже благоговели перед ветераном, и, в принципе, сами школьники попросили, чтобы мы пригласили к ним ветеранов, и ветераны провели с ними уроки мужества. Вот у нас вот была в Кубинской школе номер один для 8-х и 10-х классов, у нас имени Ткачева в Кубинской были, Михаил Евгеньевич Дикань и Алексей Егорович Тимохин, они вот дали уроки мужества, то есть рассказали, как тяжело дается наша победа, и как военные защищали нашу землю. Ну что же, я предлагаю посмотреть один из подобных уроков мужества, который, правда, не в Кубинке, а в Жаворонковской школе проходил, вместе с нашими телезрителями. Курская битва стала одной из самых кровавых и ожесточенных кампаний Великой Отечественной войны. За неполные 8 недель в боях на Дуге погибли около 800 тысяч человек. Красная армия провела три сложнейшие операции, оборонительную Курскую и наступательную Орловскую и Белгородскую-Харьковскую. Несмотря на потери, итоги операции сложно переоценить. Крупнейшая группировка немецких войск прекратила свое существование, а важнейший плацдарм фашистов был ликвидирован. 70 лет спустя детям рассказывают о Курской битве уже в школах. Торжественное собрание в Жаворонковской школе посвятили человеку, пережившему Курскую битву. Когда началась война, Николаю Пронщеву было всего 11 лет. Я благодарен своей родине, что я здесь родился. Я вам желаю больших успехов в учебе. Слушайте старшие учителей, вникайте во все. И всем доброго здоровья. Для местных детей Николай Иванович настоящий символ эпохи. Тяжелого детства под оккупантами, голода, горя, но в конечном счете великой победы. Все его детские годы прошли на территории оккупированной младшинствами. В свои годы юности он поднимал разрушенные войной хозяйства, выполнял пятилетние планы. Председатель общественной палаты района Захар Иванов вручил Николаю Ивановичу памятную медаль. 70 лет победы в Орловско-Курской битве. Учащиеся школы подготовили концерт. Синий платочек, баллада солдате, песни победы, которые пели бойцы Красной Армии, входящие в Берлин. В поле вдоль берега, в долгах мимо рад. Серой шинель рядового шоу солдат. Ну что же, вот такая вот история была в Жаворонокской школе. Сейчас мы ее обсудим, а сперва примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из поселка Жаворонки, и проблема такая. Я занимался в спортзале, дошел к кандидата мастера спорта. Теперь наш спортзал закрыли, работал он давно, и занимался ему неупорно, ребята все занимались. И многим пришлось сбросить спорт из-за того, что закрыли спортзал. Не могли бы вы нам помочь, Валевас? А почему его закрыли? Я не знаю, там... А почему закрыли? Информация есть, почему закрыли зал? Ну, потому что он был в подвале, и, видите ли, 15 лет работал, 20, не было шумно. А вот последний год стало шумно почему-то. Скажите, а можно узнать, как вас зовут, как к вам можно обращаться? Телефон, что поставил, да, мобильный. Мобильный телефон 926. Нет, это не обращается. Ну, я думаю, сейчас можно его не называть, да. А как вам можно обращаться, скажите, пожалуйста? Меня Вару зовут. Скажите, пожалуйста, мы сейчас запишем ваши данные, да, и, я думаю, общественная палата разберется с этим вопросом. Скажите, а как давно был закрыт данный спортивный зал? Спортивный зал закрыт уже, наверное, полгода где-то. Полгода, да. А работал он, я так понимаю, судя по вашим успехам, достаточно давно, несколько лет, правильно? Да, работал он лет 20, он много спортсменов выпустил. Ну что ж, я благодарю вас за ваш звонок. Действительно, проблема, хоть и не по теме сегодняшнего эфира, тем не менее, достаточно важная. Просьба оператору оставлять мобильный телефон всем заменящим. Конечно, конечно, мы записываем все наши телефоны. Потому что мы потом дозвониться до вас не можем, уточнить детали. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Итак, в Жавроновской школе в Кубинке проходили уроки мужества. Все-таки есть какие-либо результаты, вот по вашему впечатлению? Или пока это все так потихонечку наслаивается и будет виден результат у ребят только через несколько лет? Ну, комиссию по культуре проводила. Да. Хотим послушать их мнение. Нет, я хочу сказать, что когда ты смотришь в глаза детям, когда для них открывается, по сути, новая страница, для меня, например, как уже поколение, которое читало книжки «Молодой гвардии», оказалось, вот у нас был задан вопрос, читали ли дети «Молодую гвардию», оказалось, что из 20 человек подняла руку только одна девочка. То есть для нас было таким небольшим шоком, что... А по возрасту это какие ребята были? Это вот 8-10 класс. То есть уже старшая школа фактически. Да, да, да. То есть вот... Ну, для меня... То есть и после именно этих уроков, да, ребята загорелись прочитать и заново пересмотреть вот нашу историю как бы более глубоко. Поэтому я так думаю, что такие уроки, они, наверное, может быть, их даже нужно чаще проводить, потому что это мы провели локально по школам, ну, по некоторым. То есть и ребята, я говорю, они подходили, ну, это было... Надо было видеть глаза детей, которые прикоснулись вот к этому и заново посмотрели на подвиги дедов. На то, что произошло. Да. А мы сейчас продолжим нашу беседу после того, как примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Виталий. Прозвольте в Москве, это вот недалеко от единства. И хотелось бы поинтересоваться, куда можно 9 мая ходить. Я не знаю, это тьмея, где можно поблагодарить ветеранам. Какие мероприятия, я понял. Ну что ж, я думаю, мы сейчас можем на этот вопрос совместно ответить. Насколько мне известно, в 10 часов начинается парадное шествие от, если я не ошибаюсь, памятника Жукова. Хотя данную информацию лучше проверить через средства массовой информации. Уверен, на сайте нашей администрации, города Одинцова и районной, конечно же, имеется вся необходимая информация. Начнется день с раздачи георгиевских ленточек, бесплатной раздачи, после чего, после панихиды пройдет, соответственно, марш к вечному огню, где будет отсужена панихиды уже по погибшим в ходе данного конфликта. И дальше начнутся развлекательные мероприятия, эстафеты, какие-либо конкурсы и так далее. И, наконец, все, конечно же, завершится грандиозным концертом и салютом, насколько известно мне. Главное, что идти на центральную площадь. Да, главное не пропустить центральную площадь, с учетом того, как там будет, пардон, бабахать, думаю, вы ее без проблем найдете и поймете, чем там нужно заниматься. Ну что же, давайте последний вопрос на сегодня, который я хотел бы вам задать, рассмотрим. Все-таки, все ли получилось? Вот 9 мая, оно уже на носу. Все ли вот из того, что планировали, получилось? Если нет, то все-таки как будете наверстывать? Ну, у нас в плане квадропробег, мы его очень ждем, это какое-то такое уникальное мероприятие. На квадроциклах, да, я понимаю? Да, на квадроциклах, сейчас, наверное, Галина расскажет. Что, наверное, получилось, наверное, многое, да, очень много, но, наверное, не получилось и никогда не получится. Это, когда ветеранам посвящаешь вечер, ну, как-то внимание уделяешь, нам говорят спасибо, что помните о нас, да. Ну, невозможно охватить всех ветеранов, много кто сидит дома, мы получаем звонки, причем от соседей, поддержите как-нибудь ветерана. И мы стараемся, конечно, максимально поддержать, и у нас вот комиссия по здравоохранению даже и социальной политики выезжает к ветеранам, там подарки какие-то дарят полезные. В последний раз электрические чайники, набор кастрюль принесли ветерану. Это очень полезно, видимо, да, видимо, был какой-то опрос. Но вот охватить внимание невозможно, ну, не всякий ветеран пройдет 9 мая на площадь, это люди сейчас в возрасте. Но, тем не менее, будем стараться со всеми разговаривать, всех оповещать, со всеми беседовать, всем уделять внимание. Да, всех, о кого будем знать, обязательно уделим внимание. Ну, что же, Галина Васильевна, Светлана Геннадьевна, благодарю, что вы к нам сегодня пришли. Действительно, 9 мая, это, пожалуй, один из главных, если не главный праздник в нашей стране. И хорошо, что общественная палата как раз-таки в том числе и она занимается подготовкой данного праздника. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о том, какую роль общественная палата играет в подготовке празднования Великой Победы. Если у вас имеются какие-либо вопросы, ждем ваших звонков в течение недели. Телефон 508-86-84. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте общественной палаты или просто написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok